Вашему вниманию предлагается дискуссия на тему «Эпос Уралбатыр как основа евразийской цивилизации». Прошу. Меня зовут Юмагул Танирал Судович. Я к Уралбатыру, у меня прошло не такое. Мы с Сайдером Уксаимовым в 2004 году издали 70 тысяч тираж «Эпос Уралбатыр» в изложении для русскоязычного читателя. И соединили его с очень прогрессивным учением русского народа, концепцией общественной безопасности. Это произвело синтетический эффект. И с тех пор мы, теперь уже были, мои соратники довели эту идею до ЦИРОНУЭЛ. То есть Цивилизационный центр развития и образования навыки. На основе «Эпос Уралбатыр». То есть тех ценностей, которые заложены в этой написи. Теперь шоу. Представьтесь. Я Рашидаги Затулина, автор вот этой вот книги, посвященной тоже «Эпосу Уралбатыр» как «Доисламские верования в Москве». Ну и кроме «Эпоса» здесь имеются тоже разные подходы к феномену, башкирскому феномену «Кураль». Как это в устно-народном творчестве башкир ярко прослеживается то исламские верования башкир, как вот учение йога. И после этих исследований подошел в черед взяться за наш Кубаэр «Эпос Уралбатыр». И в своих исследованиях сумела логически и последовательно, на мой взгляд, доказать, что в «Эпосе» нашим зашифровано учение йоги. Меня зовут Булак Муратов. Я буду представлять на этом круглом столе фитногеномический и цивилизационный аспект «Эпос Уралбатыр». Куда ты снова? В целом, я хотел бы услышать точки зрения пяти авторов, которые здесь сегодня приучены. Меня зовут Дайдар Кусаинов. Я поэт, главный редактор газеты «Истоки». И в принципе для меня важно что? Важно услышать, вот есть же известный притчер, когда слепые мудрецы собрались и стали осматривать слона. И стали говорить, что слон – это бревна, слон – это веревка и так далее, и так далее. И вот я надеюсь, что когда мы все в меру своего незнания что-то скажем, то может быть вот как какое-то описание, что такое Уралбатыр будет более, так сказать, более выпукло представлено. Пожалуйста. Я Заман Хасашин. Который в устроении доцент Уфиевского государственного института искусства, композитор-дирижер. Несколько лет назад я заинтересовался эпосом Уралбатыр. И в результате этого интереса был задуман такой большой макроцикл в современном искусстве, который бы включал в себя отдельные сцены из Уралбатыра с моей музыкой, с иллюстрациями наших выдающихся художников по этой теме и с перформансами танцевальными и хореографическими. Это уже был реализован один проект, это проект «Легенды Саушанти», который прошел в Крыму, был показан в Санкт-Петербурге, в Уфе несколько раз. Сейчас будет скоро презентован второй проект по Уралбатыру, это «Харган рок-проект». Значит, первый по картине Василия Хананова, второй по картине Ринаты Милибаева. И сейчас идет работа еще над тремя циклами, над тремя работами художников. Ну, в общем, этот цикл работ, вообще, на самом деле, рассчитан на 20 лет. Я его дополню. Будут 12 таких больших вечеров, вообще, в идее, это банка. Рассчитывайте на 2000 лет вперед. Ну, 20, в общем, да. Хорошо, все представились, оператору наш Шамиля Вангильдин. Я еще хотел сказать, сейчас у нас такой реван, по 10 минут доклады, а потом будет дискуссия. Начинаете кто-нибудь. Я еще дополнительно представлюсь. Поскольку я работаю над проблемами трансформации цивилизационного масштаба, я представляю кооператив «Добро с добро». Это же я говорю о достижениях. И именно сельские жители, имея свои системы ценностей, имеют право на то, чтобы наша цивилизация получила трансформацию от цивилизации земледельцов, где земля служит предметом залога и их сдуванием финансового пузыря, к цивилизации земледельцев, где земледелец берет ответственность за землю, где он живет, перед своими потомками, улучшает ее плодорогие, чем добивается плодотворности мыслей и плодоритости семьи. И в рамках этой фотопологической картины дана физическая картина мира, даны пути изменения культурного канона. Допустим, физическую картину мира разработал ученый из Москвы Бондаренко Юрий Григорьевич. Подробнее об этом я рассказываю в видео, вы можете найти в Яндексе. Как раз прям так и называется. «Смена культурного канона» и «Физическая картина мира». Система ЦРС-1, давайте Бондаренко Юрий Григорьевич. Это все. Дело в том, что Урал-Баты перекликается с учением о физической картине мира Бондаренко настолько плотно. Просто поскольку контекста нету, вы просто не в курсе содержание. Поверьте мне, я прошу вам, поверьте, тем более мы сейчас работаем над изданием этой книги «Ущерб». Уфа будет центром, где физическая картина мира будет представлена в соответствии с Эрусомом Албатыр. Кроме того, система ценностей, то есть философская основа новой цивилизации, основанная на поселке Албатыр, она изложена, как и страна, новосибирским ученым Василием Николаевичем Мамонтовым. Я его знаю очень давно через Дубну. То есть, понимаете, люди, сами того не зная, проявляются в русле той картины будущего мира, которая основана на эпосе об Урале, который башкистский народ сохранил для всего человечества. Исходя из этого, перед нами стоит очень большая работа, и нами предложена организационная форма для концентрации усилий разных ученых и деятелей искусства. Это Цицерон Урал, то есть это евразический аспект. Цицерон, вы понимаете, это оратор, как говорится. Но он же просто так. Цивилизационный центр развития образования науки. На основе эпоса Урал-Датых. Если мы этого добьемся, грант был подан накануне саммита Шосс, еще в 14-м, по-моему. Эпос Урал-Датых. Это, в отличие от того, который сейчас лежит в основе мироздания и жизнеустройства, это эпос евразийский, арийский, жизнеутверждающий и мироустроительный. Исходя из этого, я сейчас просто параллельно гидаю. Вы же помните, что он отказался от личной бессмертии. Фактически, Урал-Датых представляет алгоритм поведения социально ответственной личности в период экологического кризиса. Там в эпосе описаны два потока и один пожар. Помните, да, как газ? И он показывает, как надо вести нормального человека в кризисной ситуации. То есть он служит примером для людей всего самого шара. Это первый момент. Второй момент. Он отказывается от личной бессмертия и сбрызгивает землю живой водой, сиячечная, и появляется в полдородии почвы. А как раз наш ученый Тарханов Олег Владимирович разработал много-параллельные детали. Понимаете, вот такие вот прошивки от эпоса, казалось бы, древнейшего Евразии к современности, к прорывным технологиям, они уникальны. И вот как раз мы на основе этого сделали пакет предложений для всего человечества еще в 2009 году в ходе телеконференции коренных народов мира, который так и называется «Заботу Уралу, свободу и дебилю». Поэтому я считаю, что одно дело контекст и содержание Урал-Батыра, кстати, я вот взял на счастливость и перевел завет Урал-Батыра, могу его повторить, как зачем нашей дискуссии. Быть человеком старайтесь, и благородство начевайтесь, и на земле добро творите, и злу дорогу пригодите. То есть не надо бороться злом, оно показывает. И я очень рад, что вот это, я думаю, Рашид Асама расскажет. Поскольку мой копиратив называется «Добро с добро», здесь она приняла цитаты как раз лохшору, которую она шлавит. Прямо я читал и, как говорится, плавал прямо, как сердце бальзама на душу. Поэтому я очень рад всех вас видеть, я свое видение будущего изложил. Технологический базис сейчас мне не смысла раскрывать. Каждый из вас очевидно расскажет, каким образом эпосу Роботы довести до максимального числа земляков и земля. Спасибо. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова которая была выпущена к этому проекту, который пошел в ВКЗ «Башкортостан» в 5 апреле 17-го года. Это очень важный проект, который приведен на форуме «Таврида». К сожалению, практически больше землянок не осталось, я все раздал. Я бы, если можно, зачитал кратко его содержание, потому что это совсем не простая вещь. Почему называется «Легенда о Саушанте»? Кто такой Саушан? Саушан – это спаситель. Саушан – это спаситель, и вообще идея спасителя – это очень сложная идея. Это имя собственное или не фисательное Саушанте? Нет, это на иранском языке. Это на древней иранском языке учение на маздеизме, или афора мазда, учит, что перед концом времен появится и будет три. Три спасителя, которые придут в самый ответственный, очень страшный момент, и выведут человечество, они победят демонов, то есть демонов, и выведут человечество из тупика. Семя Саушанте до сих пор сохраняется в озере, считают, что это озеро Хамун на границе Ирана и Афганистана. Когда я про это прочитал, я понял, что, в общем-то, здесь уже есть какие-то путевые вещи, которые нужно продвигать. То есть символизм, я хотел бы сейчас буквально немножко рассказать именно об символических аспектах, символических аспектах познания мира. Вообще, что такое символ, да? Что такое символ? В древней греческом символ означает перебрасывание, перекидывание, да, то есть это некая связь одного с другим. То есть одно может быть... То есть вот эти предметы, они могут лежать рядом и не быть символами одного и другого. Они могут быть знаками одного и другого, могут быть совершенно разные вещи. Но люди для того, чтобы как-то обустроить свой внешний мир, начинают создавать символные системы. А символные системы – это наука, это даже символы системы. Религия, брак, воспитание детей, искусство – все это системы символов. Живопись, культура. Вот. Что такое символ, да? И раньше, конечно, взгляды на уроботы в советское время, они были, естественно, пропитаны марксизмом. Они были, ну, это, в общем-то, даже гимнатизмом, в основном, это гегелевская философия считалась на что такое мифы, да? Ну, мифы – это вот люди были неразвитые, они были глупые, они были необразованные, не знали системы умножения. Они обожествляли деревья, горы, вот такие были наши предки глупые, да? Вот это вот, так говоря, классическое мнение французского просвещения о мифах, да? Ну, и появилась в конце 18-го, начале 19-го совсем другая терминативная система, да, которую вот великий философ Фред Решейн показал, что, в общем-то, извините, наши предки были нисколько не глупые от нас. Они просто по-иному символизировали мир. Мир для них был живым. Это для нас мир мертвый, абсолютно. Для них мир был живым, и они выстраивали свой внешний мир по типу внутреннего мира, да? Вот это символическая система, и, или, как вот, говорит, вот, там, скажем, в немокантианской философии мышления, там, культурологии, да, как, говорит Костяга, ведь можно к миру относиться совсем в другом. Можно говорить, что вот мир – это объективная датность, мы ее изучаем. Мы доказываем, что мир такой через эксперимент. Вот эксперимент один раз повторился, второй раз. Если он два раза повторился, одно и то же, вода закипает при 100 градусах, значит, вода всегда будет закипать при 100 градусах. Мир просто... Мир просто и примитивен, вот так вы говорите. Но с другой стороны, можно это поставить по другому вопросу, да? Можно изучать так называемую реальность, да? А можно пойти со стороны Каннской и поставить вопрос по-другому. Он будет звучать так. Через какие механизмы конструируются то, что мы называем реальностью сейчас, да? То есть, и как у нас было... Через какие-то, да? И в каждое время мы увидим, что, в общем, в каждое время существует свое мышление. То есть, те глубины символизации, та высокая трагедия, так сказать, как говорил Баты, мы, так сказать, сейчас не способны. Потому что для нас мир – это, в общем, чуждая материя, холодная, мертвая, так сказать, вот этот мертвый космос в мире Ньютона. Для нас мир мертв, во-первых. Во-вторых, он молчит, он не отвечает. Он, как бы, холоден, чужд, и мы отчуждены. То есть, люди прошлого были совсем другими. Не будем считать его глупее нас. Это, во-первых. И когда я стал разрабатывать именно вот этот проект про Урал-Баты, если рассматривать Урала действительно как одного из вот этих солшьян, как-то, с россиян спасителей, вот эта символизация и большое количество каких-то вот таких веществ, связанных именно с иранским эпосом, оно, оказывалось, все больше и больше увеличилось. Ну, во-первых, что связь, связь горы и озера, подземное озеро, это одно из таких вот фундаментальных символических противопоставлений. То есть, это вот очень связано с иранским эпосом, то есть, это вот, ну, как бы, вот этот двоичный эпос, это, как бы, бинарное смышление, противоречие. То есть, опять же, два брата, две стихии и так далее. Значит, что такое, что такое, значит, кто такой Урал, да, если рассматривать его с точки зрения, с точки зрения, вот, символической, да, что такое, только Урал с точки зрения символической, и почему он борется все время с землей, да. Что такое земля? Земля порождает чудовище. Девы – это порождение земли. Подземный мир, подземный мир, значит, борется с верхним миром через, так сказать, подземный мир не может, например, музыки коснуться, с нижним миром, да, демоническим, они борются в среднем мире. Средний мир – это вот арена битвы вот этого непрокащающегося божественного и демонического. То есть, земля порождает чудовище, потому что земля и сама по себе чудовище, да. И сложность анализа эпоса состоит в том, что в нем задействованы три матрицы, три, как бы, символические матрицы. Зарастрийская и иранская, тюркско-монгольская, включая башкирскую, и верхняя – это суфийская матрица. Значит, что такое камень, да, Урау-камень? Вот с точки зрения суфизма камень – это, ну, не просто так вот вещество. Камень – это отвердевший свет. Когда свет отвердевает, он становится камнем. Отсюда возникает, это, возникло это учение на основе учения Нур-Мухаммад, то есть субстанция света, свет Нур-Мухаммад, из которой образовался космос. То есть до космоса, до вечности был пророческий свет, из которого постепенно он стал, он стал постепенно сжиматься, он становился все более плотным, и вот он превратился в огромный камень, который стал земляным. А точно так же вот Урал, как светоносец, тоже превращается в камень. Он затвердевает буквально. То есть он перестает двигаться, он умирает, и как бы свет превращается, вот еще и было такое понятие – бектаж, господин камень. То есть бег, господин, этаж, господин камень. Из этого создается космос. В древности для башкир камень был символом истины, когда выступали в суде, держали каменные руки, что доказывает, что слово настолько же крепкое его, что как камень. Камень, ипостась, дух Каркута, как был первым музыканта. Урал-Батыр, в Урал-Батыре как бы прикасаются три века, которые итальянский выдающийся мыслитель Джамбатиста Вико, Джамбатиста Вико, он учил о том, что человечество проходит через три века. Это век богов, язык образов, метафор. В это время царствуют людьми неограниченная власть отцов, это отцы-предводители рода. Это вот царство Падишаха Катила, где отцы приносят жертву лишних своих детей, приносят, то есть у людей нет своей воли, ими командуют отцы народа. И именно поэтому приносят жертву людей, поклоняясь воронам. Такой ворон, это деменок, это тот, кто птица смерти нежного мира. То есть это птица, посвященная земле, птица земли, поэтому их, так сказать, топит. Век героев. Когда Урал попадает в царство Падишаха Катила, он меняет вот этот вот век богов. Век, понятно, не сто лет, да, а эпоху богов. Меняет на эпоху героев. То есть Урал-Батыр как герой, он противостоит власти отцов. Он чужеземец, он дикарь. Кто он такой? Он дикарь. Он пришел из какой-то охотничьей роды, совершенно, которая странсовала там, прессовала. Он приходит куда? Он приходит уже в 8-м раз в это общество, где есть Падишах, где есть люди, где есть армия, где есть иерархия. То есть он просто дикарь, который приходит в цивилизацию, да, но вместо того, чтобы подчиниться цивилизации, он бросает ей вызов. Вот это вот вызов. Герои бросают вызов власти отцов. Вот. И побеждает его. И последний, после смерти Урала возникает последний век людей, да, вот это демократическое общество. Поэтому Урал это последний герой. Уже сыновья это не могут совершать позднее. То есть они, конечно, воюют с отцом, но их смысл уже заканчивается. То есть символическая, символическая венец, венец героизма, венец героев, как говорит Шерри, да, что главное, чего достигает... Я уже сейчас заканчиваю. Главное, в чем герой утверждается, в том, что он брачуется с божеством, да. Урал происходит бракосочетание, Дионис, бревнегреческий, так сказать, жениться на коре. Вот. То есть это венец вот этой мистерии. Какими были... Я уже заканчиваю, просто хочу сказать, какими были... Каким был вообще оригинал Уралбата? Мы его не знаем. То, что мы знаем сейчас, написанное Мухаммедшой Блангуру, это, конечно, очень... С моей точки зрения, это поэма очень высокого литературного замка, очень высокого литературного уровня, очень высокого. Написано, в общем, действительно, очень сложным, высоко литературным языком. В те времена, когда создавался этот Кубаэ, люди просто не владели таком уровне знаниями, литературным и так далее, его прототип, к сожалению, исчез. Его прототип исчез. Он в разных, безусловно, к сожалению, после очень тяжелых событий, это Первая мировая гражданская война, Страшный пола, 21-го года, носители, вот исковные носители самого и послового Батыра, в основном они погибли, они смогли передать, как бы, свой вот такой высоко поэтичный вариант, в котором глубинная, вот эта аркачная символика, она спрятана. Нужно учиться ее находить. Урал Батыр, я уверен, что он совершенно не отличается от мистерий древности, такими, какими были древнегреческие мистерии, рийские мистерии, иранские мистерии, суфийские мистерии. То есть, для чего служили вот эти мистерии? Для того, чтобы молодежи, именно молодым мужчинам, показать их путь. То есть, точно так же, как в примитивных обществах вместе со жрецами отправляли в леса, где молодые мальчики учились жить, они погибали многие от этих, заражали кровью, нападение зверей. Но тот, кто возвращался, уже становился полноценным членом племени, они уже переходили, могли жить уже в мужском доме. Они от матерей уже все, отрывались. И этого робота был такой же мистерией, когда некое тайное знание, которое мальчикам передавалось в их предназначении, рассказывалось об их великом предке, на что он пошел, их учили быть такими же, им давали вот эту символику жизни, им учили о том, что вот как Урал, так сказать, был хранителем вот этой земли, и они должны быть такими же хранителями, что им давали вот эту модель, да, модель поведения, мужского модель поведения. Урал-батер, конечно, полностью весь пелся, полностью, я думаю, что, наверное, еще и плясался весь, да. То есть это был танец пляска, полностью, видимо, к сожалению, от него ничего не осталось. То есть вот так же, как пляшутся вот африканские танцы, то есть полностью так и так же, как пляшутся танцы севера. То есть, представляете себе, это был огромный, который исполнялся, я думаю, может быть, больше суток, огромный танец, вот этот доязыковой жестовый танец пляска. Как пишет только Фредемер, это жрец-царь показывал движениями, ослучивал криком, выплясывал повествование о битвах, страданиях, смерти и воскресении героя первопредка. Да, это вот Урал-батер, это первопредок, который, так сказать, пострадал, воскрес, и был, и, так сказать, вот он зримо существует, весь как Урал. То есть, более того, он ведь боролся с землей, да, боролся с землей, он ведь так, в общем-то, в землю не лег, да, то есть он не похоронен, он в землю не ушел, он возвышается над землей, это победа света, то есть свет отвердел, и вот он на земле находится. Вот это, кстати, я хочу сказать, что по поводу, вот если вот с такой точки зрения мысли, то, конечно, нужно еще очень много рефлексировать, изучать символику. Ну, например, что касается суфийской символики, например, вот эта вещь о священном роднике, это чисто иранская идея. Есть священная вода, это вот... Французский писатель, по-моему, Массиньон, ну, мне, если это интересно, я найду. Он очень активно анализирует вот это вот впечатление о роднике, о роднике бессмертия, священном. Это персидская идея, я думаю, она попала вот сюда, все-таки в средние века с теми ребятами-башнирами, которые учились, видимо, в Батресе, Саварканда, Бухаре. Это не... это, как я вот, этот священный родник, это мусульманская идея, персидская идея, да, то есть она... это не тюркская, у тюркских нет такого символа, и так далее. То есть смешение вот этих трех матриц разного времени создает очень большую сложность для анализа символиковой роботой, но одновременно она очень сильно усиливает само впечатление. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Все есть непостоянство Все есть иллюзия То есть жизнь есть иллюзия Далее третье Святая абсолютно истинная страдания Субтитры создавал DimaTorzok Четвертый принцип подобный Притягивается подобным И пятый, что посеет, то позднешь То есть закон кармы И так далее И как я перешла по изучению эпоса «Урал-Батыр», до этого обратила внимание, надо было, так как я работала в школе, нужно было детям обесеть постоянно, что с ними происходит, особенно в таком периоде, который называется у них переходной возраст, что с ними происходит. Я по себе судила, каковы были мои страдания, когда я не понимала себя, и взрослые меня не понимали. И мне нужно было объяснять детям, что происходит с их энергией, с сознанием, и нужно было мне для этого иметь какое-то наглядное пособие, и вдруг у меня все и так курает на подоконнике в классе, так как я пробовала детям, ну, урок даю, и научилась на курает все-таки играть, чтобы лететь, привлекать к этому искусству. И вдруг у меня вот, в моем зрении, упало на курай, что-то вот мне там подсказало, что можно объяснять вот на этом примере. Наш, этот инструмент курай, это и есть модель нашего позвоночника, такой же полый, тонкий, прямой. Сосчитало, сколько там отверстий, 7 штук, которые снизу и спреди. Они соответствуют количеству чакр. Затем, вот так как я уже овладела приемом, я знала, что происходит, это с дыханием, которое попадает в эту трубочку. Когда нужно было извлекать самый низкий звук, нужно было закрыть все 5 отверстий. Когда нужно было второй, открываешь вот это вот первое отверстие, а нижнее мы же не закрываем. Третий, когда звук добываем, извлекаем, открываем все три отверстия снизу, а звук выходит только в среде. Это абсолютно совпадает с принципами йоги. Чуть-чуть объясню. Вот когда сознание человека находится на маладаре, на первой чакре, это происходит до полового созревания. Это отвечает чакра за физический рост, за физическое здоровье. А что происходит, когда человек подошел к этому возрасту, когда его сознание поднимается до свадистана, где накоплен сексуальная энергия, что ребенку делать, который не понимает в этом ничего. Вот его, как бы нам не запрещали, я по своему опыту говорю, это все равно притягивает нас в противоположный пол. Это заложено. А какой выход? Здесь два выхода. Или сброс нашей энергии через нижнюю чакру, или какой-то выход должен быть, или направить нашу энергию в сознание на следующую более высокую чакру. Да, шуберматную энергию. И вот это вот на инструменте «Ураль», я в классах 7-8-9-х так объясняла, что с ними происходит, да? Выход есть. Если мы остановимся на свадистане, мы будем входить в это 99,9% людей. Будем остановить, не будет субливации, не будет эволюции. Выход какой? Поднять следующее, это наше сознание, та молодая, которая отвечает за знания, за науку и так далее, и так далее. Вот так вот абсолютно, я думаю, случайно, но потом думаю, ну это же на самом деле. Раз так, значит, не случайно «Ураль» был дан нашему народу. И по этнониму, если проверять, опять разложить этноним башкур по частям, там тоже есть вот это вот корень «кур». А «кур», потом дальше пошла у меня «энергия», вот, например, «копчик» на греческом языке «сакрум», а на башкирском языке «курвия», «энергия», где накоплено «энергия». Далее, совсем подробно здесь не буду остановиться, времени не хватит. Как вот всё это было переложено на эпос? Ну, сначала надо будет всё равно, это я думаю, останавливаться на названии жанра. Жанр «кубаер», да? Кубаер, что такое «кубаер»? Опять нужно было разложить по частям это слово. «Коба» и «ер». «Кобаер» — это понятно. То есть воспевание, гимн и так далее, да? А что означает «куба»? Ну, опять взяла толковые слова рим. Это общественная безопасность. Да. Почему? Почему? Это есть... Вот, в Эль-Кресе «Урал Батюр» есть такие слова. Когда отец написал своим сыновьям, да? «Если жажда охватит вас, можете воды крючевой и спить, но кровь, что в раковые налиты, пусть не коснутся вашего рта». «Если жажда охватит вас, что в раковые налиты, пусть не коснутся вашего рта». «Коба» — это ладно. «Коба» — это очень много, но слишком много, целую лекцию мне надо читать на это. Одно значение «коба» — это когда все закрыто, «коб», «коб», «коб». Все в коде надо это параллельно проверять. Что-то закрытое, заплите. Тайное, сокровенное. Тайное, да, сокровенное. Вот жемчуг закрыт уже в раковину. Почему здесь вот о раковине говорится? Раковина тоже на вашем языке, как называется? «Каб» — «кабрса». И второе значение, когда подойдет время, второе значение «коба», да, вывести вот что-то, вот это вот сокровенное, то, что было спрятано, как жемчуг когда-то. «Откровение». Да. Будет там вот из этой скорубы, да. Точно так же вот это вот учение, которое до поры до времени было, ну, находилось в капсуле, капсула, да. Вот это учение выводит человечество, народ из состояния вот захваченности мирскими желаниями. Отвлечь от мирской суеты, от бездуховности, усталости и равнодушия. «Кур», вот, то есть «коб», «кабррау» — «привести в движение». И самое главное в этом «копай», «кода» на санскрите имеет то же самое значение. «привести в движение», «разгневы», «привести в движение», «вывести из такого состояния». Ну, мне нужно сутками говорить. Хорошо. Я не помню, я только единственную книгу прочитал. Я специально застел на два дня. Я, к сожалению... Это очень плотная книга с незаконными башкистными словами. Дайте я посмотрю. Да. Я такую практику испытал, когда читал «Хатархитаб» и «Хатавая», там тоже про рал-баты. Я даже раньше. Вот. Но я назвал перевод на русский язык. Я надеюсь, вот мне Рашида сказала, что сын переводит уже. Да. Да. Так что русскоязычный читатель, как Эна Арксаевна Фарла Батыль, ознакомился с этим делом. Самое главное, она методом аналогии символов, продолжая твоя вещь, вот символ и симфония, они рифмуются же, да? То есть симфония – это гармонизация разноплановых явлений. Симфония – это фактически согласие. Правильно, правильно. Согласие. Да, да, да. А диалектика – это разногласие. Так вот, она сумела, Аршида, в своей книге сумела соединить древний эпос с Кораном, причем с конкретным анятом. С Библией. Да. То есть с другими священными писателями. И вывела эпос Урал Батыль, сохранение башкистского народа, на эпос священного писателями. Только это именно природоохранительное. Понимаете? Не… Здесь еще основную идею, надо все тут подчеркнуть. Основная идея Кубаэля – это как о круговороте бытия, о его основных законах. Вот само название, да, Урал… Урал – это… Урал – это оборот. Вращение, круговорот. Вот не зря же я вначале говорю о сансалии. Да, да. Я хотел просто… Прошу простить за руку, как Мансова. Значит, тоже хочу дополнить, что действительно… Вот я, в первую службу книгу это не читал. Очень многие вещи действительно… Сразу кажется действительно протоподумными. Во-первых, ну, это вот эта внешняя матрица арийская, которая должна была свою лексику сохранить, конечно. Есть санскрытие и башкирском, она должна была сохранить. Потому что санскрытие – это ведь не… Ну, это не разговаривание, это искусственно-религиозный мысль, да? Который зафиксировался когда-то очень давно, там, 25 веков назад. И он передавался от бафонов, так сказать, своих детям. И башкирский, особенно зауральский, эти долгами зауральский башкир, они монитораны от основных событий в мире. То есть мимо них прошло и просвещение, и войны мировые. Все это вот такой, в общем-то, неурбанизированный регион, реликтовый, да? Который, в общем, сохранил много лексики общей. Это первое, что он действительно похоже. И второе, то, что действительно вот Урал-Батыр, вот, мне кажется, знаете, что вот то, что мы собрались, очень многие люди знают, что есть такое Урал-Батыр, большинство людей знают, но не чувствуют интереса к этому. Это правильно, так и на самом деле должно быть. Потому что Урал-Батыр – это закрытое сказание. Я еще раз просто говорю, что настаиваю, настаиваю то, что Урал-Батыр – это то, чему учили мальчиков при переходе во взрослую жизнь. Им показывали, как бы моделировали будущее, что если ты будешь такой, если ты будешь бороться с людьми, ты женишься на богине, как у Алжио-Батыр, и получишь вечную жизнь у себя, да? То есть ты не ляжешь в землю, а ты вот скроешься на это. Ну, я просто... Можно... Это скроменное сказание не для всех, это закрытое. Ну, это же, да. Урал-Батыр – это вот провести параллели с учениками писаниями, и свою книгу заканчивает обращением к башкирскому народу. И это очень, я считаю, ценно, поскольку именно женское начало, женщина должна звать героем. Понимаете, да? И ценность этой книжки, она несравненна, потому что я говорю про женщин, мы говорим про евразийскую интеграцию. И это, чтобы, во-первых, как метод, основу этой интеграции, Урал-Сыдня, фигуры произвели, если вы говорите, в гонусе всем, да? И в середине. И является позвоночником, как бы. А в Аватерасу, дождь и солнце, да? И позже мы не едем. Да, так же, как Хумай. До Факимского человека, небесное дело. В Португалии. Да, в Португалии. Вот она тоже, так видите, как раз и есть... Давайте мы все-таки свою часть доделаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, уважаемые коллеги, значит, я вас слушаю. Все это прекрасно, замечательно. И, как всегда, я люблю говорить, я со всеми с вами согласен. Вот. Ну, со своей точки зрения, как сказать, я бы хотел... Ну, как только мы осматриваем слона. Значит, когда я переводил это в Сурал-Батыр, переводил его достаточно долго, а потом, значит, неоднократно возвращался и делал, я много об этом разрушал. Что это такое? Вот просто это в Сурал-Батыр. И, в принципе, для читателя, для любого читателя, ну, в смысле, для зрителя, который никогда не слышал про Урал-Батыр, то, допустим, он может для себя составить представление об этом написи, если он просто возьмет какую-нибудь любую сказку. Любую сказку. Или даже больше. Или даже еще меньше или больше. Он возьмет какое-нибудь выражение, допустим. Ну, типа, там, без труда и не выловишь рыбку из пруда, например. Да, то есть, вот, значит, там, допустим, мать или отец говорят сыну. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Что это означает? Ну, это означает, что... Ну, или ты будешь работать, и ты что-то получишь. Вот. Соответственно, в нем доложен еще один смысл, да, что если не будешь работать, то ничего не получше. И вот, ребенок выбирает для себя, значит, судьбу. Да? Так ведь? Ну, если ты будешь, то другая. Да, ну, если... Привычка, характер, характер следует в себе. Ну, и вот я просто подумал о том, а действительно ли это так. А вот, давайте посмотрим. Если мы увидим, если мы обратим внимание на историю башкирского народа, мы увидим одну интересную вещь. Башкиры все время воюют. Вот. Ну, то есть, мы берем эпос Урал-Батыр. О чем там написано? Значит, Арал-Батыр постоянно что делает? Боюет. Вот. Вот. То есть, видите, и, соответственно, пришла, как сказать, вот, как вам пришло на эти, так и мне, наверное, пришло на эти, что не является ли эпос Урал-Батыр, значит, просто-напросто инструкцией. И, значит, человеку рассказывается, как надо жить просто правильно. Вот же все. И вот, вот и правильно. Поэтому я согласен абсолютно так. Вот. Но не абсолютно. Дело в том, что, значит, представим себе, что, значит, какая-то мать, она берет и создает Урал-Батыра. Вот она ему рассказывает это, он читает, она его воспитывает, да. То есть, мать воспитывает, или отец, ну, семья воспитывает человека. Вы имеете в виду отличность? Я, да, не Амель, ну, просто, а вот мы, вот, вот Жамиль на нас смотрит, мы, значит, его родители воспитали его, да, он стал Урал-Батыром, да. И я стал смотреть, существуют ли такие люди в жизни? Да, действительно, я знал лично такого человека, например, это Дим Мананов или Дим Кулахметов. Это замечательный наш певец, он жил именно абсолютно так, как у Урал-Батыра. Я даже, так сказать, придумал такой афоризм, что Уфимец должен жить как Урал-Батыр, всего себя без остатка отдать людям, а потом тихо умереть, чтобы не мозолить людям глаза своими заслугами. Вот. И, значит, что вы, что получается в конечном итоге, из того, о чем, из того, о чем я говорю? Дело в том, что если Урал-Батыр – это инструкция, то такие инструкции должны были быть и у других народов. Инструкции по воспитыванию людей. Убой. Да. И я посмотрел. И что вы думаете, я обнаружил? Это, как ни странно, Геракл. Значит, обратите внимание, да, когда родился Урал-Батыр, он, значит, произвел неизгладимое впечатление, там, у нас не некоторые змеи, потому что он закричал, он закричал, и некоторые змеи упали, да. Когда родился Геракл, он задушил змею. Дальше. Значит, все, значит, их и Геракла, и Урал-Батыра воспитывали. Об этом написано, да. Ему одного воспитывал Херона, другого, значит, отец воспитывал, и прямо назидал. Он говорил, туда не ходи с ним, башка попадет, сюда ходи, и так далее. Ну, говоришь, и конь отбузатый. Нет, это в конце. Ну да. В конце это второе. Дальше. Кроме того, значит, Урал-Батыр и Геракл совершали подвиги не для себя. Не для себя, потому что в одном случае его посылал отец, в другом случае, там, значит, это, значит, его брат и царь, и так далее. Кроме того, как ни странно, оба они были отравлены, и оба были сожжены на костре. Вот. И вот, кстати говоря, вот то, что вы говорите о том, что, значит, каким образом я выяснил, что Урал-Батыр был сожжен на костре. Очень просто. После него осталось золото. То есть золото. Что такое золото? Ну, это зола. Это, то есть, он его сожжен на костре. И вот, кстати говоря, из этого вытекает очень интересный момент. Значит, дело в том, что, поскольку Урал-Батыр и Геракл это были, так сказать, в конечном итоге они превратились в богов, то есть священную пищу, то, соответственно, значит, священную пищу вкушали боги. Вот. Но какую-то часть, значит, полагалась людям, это были пальцы. И, соответственно, из этого получился то, что называется чак-чак. Очень просто. Всё. Вот. Поэтому я хочу сказать, что мы видим, что перед нами просто-напросто технология создания героя. Вот. И вот, кстати говоря, я читал воспоминания Мухаммедши Бурангунова, как он записывал, как он записывал этот эпос. И именно там было именно так, что курорист, он, значит, он изображал представление. Это было несколько дней. Он пел, плясал, прыгал, изображал всех этих героев, играл. И там есть строгательный момент, когда он уставал, он ложился и спал. Поспим полчасика, встанет и дальше продолжать. А народ тихо сидел и ждал, чтобы не дальше. То есть это символически. И это была синхритическая вещь. И это была синхритическая вещь. Во-первых. А во-вторых, когда мы говорим о том, что, допустим, мы не знаем, каким был Урал Патыр когда-то, я понимаю, каким он был на самом деле. То есть сначала он был, допустим, он был, значит, ну, как писатель, я могу это сказать. Сначала это было без труда не выловивший рыбку из труда, потом, значит, чуть-чуть побольше истории, чуть-чуть побольше, побольше, побольше. И вот так она развивалась и развивалась, и вот таким образом получился большой эпос Урал Патыр. И вот, значит, я понимаю, что как-то уже 10 минут моих заканчивается, но тем не менее, какую-то вещь я хочу сказать. Дело в том, что когда мы говорим о том, что вот это иранское, вот это украфинское, вот это то-то, вот это то-то, то мы, как сказать, я понимаю, вот мы сидим вот здесь, и здесь, значит, там, значит, ну, не знаю, видео. Ну, в смысле, компьютер сделан в Китае, значит, холодильник сделан, я не знаю, в Бурятии, в Корее, в Бурятии, там, и так далее, и так далее, и только мы сделаны здесь, вот. Но с Урал Патыром это не так. Дело в том, что, дело в том, что все, что там происходит, это составляло одно большое поле, одно большое смысловое поле. И просто потому, что какая-то часть потом ушла в Иран, это не значит, что это иранцы придумали, потом принесли сюда, и, значит, там поделились, сказали, вот возьмите. Это не так, дело в том, что это все от пра-языка, от прародителей, как бы, да, это все было. И вот, кстати, заканчивая, как бы, я скажу, хочу сказать одну вещь. Вот, смотрите, ну, вы знаете, что существует такое имя Гелена, да, Гелена, или, там, значит, или, допустим, Гамлет, или, соответственно, вот, но звук Г очень часто, очень часто не произносится, то есть не Гелена, а Елена, да, так ведь? Так вот, смотрите, если мы в слове Гераху, есть два раза Г, если мы оба Г уберем, получится Урал. То есть я хочу сказать, что это одна общая технология, которая была вот на этом пространстве, которая позволяла, значит, создавать героев. И я хочу вам сказать, что, ну, это уже, как сказать, это уже забегая вперед, значит, это уж, как говорит Анмар Масуш, прошу мне поверить, но в битве, в битве змей и птиц, значит, участвовали и Геракл, и Урал-Батыр, значит, и хочу вам сказать, что и именно они, так сказать, были созданы вот для этого. Вот, и хочу сказать вам одну интересную вещь, что, ну, я уже забыл, ладно, это я, может быть, скажу попозже. А можно я тебе задавал вопрос? Да, конечно, конечно, конечно. Вот, смотри, первый, кто про Батыра начал говорить в 1882 году, это Эхватовая Сульман, за что был объявлен, как говорится, эритиком и носителем вредной идеологии, а все его труды обозвали бредом, мы знаем кто, вот. А Эхватовая Сулейманов, вот, накануне своей смерти, мы с ним долго-долго разговаривали, я уехал за рубеж, потом приезжаю, его уже нету, да? Он сделал Лог-Урал, то есть он все это соединил, вот Эхватовая к этому относится крайне отрицательно, а я считаю, что это, своего рода, такая сквозная идея, как раз, «жития героев», «жития героев», вот как ты к этому относишься? Ну, я хочу сказать обновление, да? Вот, если я заявляю о том, что Урал-Батыр – это инструкция, по которой созданы люди, то эту инструкцию надо читать и изучать. Это означает, что вот, допустим, ну вот, скажем, приведу простой пример. Вот человек, я даже вам приведу пример о человеку, который, значит, казалось бы, не имеет к этому отношения. Это Сергей Довлатов. Как жил Сергей Довлатов? Сергей Довлатов, ну, он родился в Уфе, так? И вот смотрите, Сергей Довлатов, значит, родился в Уфе, он не, значит, он не башкир, естественно, он даже не татарин, значит, он, там, у него мать армянка, армянка. И вот представьте себе, значит, давайте посмотрим, как жил Урал-Батыр. Ну, что делал Урал-Батыр? Урал-Батыр смело шел в бой, побеждал, так есть. А потом, что он делал? Об этом говорится в Уфе. Он отдыхал. То есть, так же поступал Герак. Боготырский сон, и так далее, и так далее. Что делал? Как жил Сергей Довлатов? Он, значит, изо всех сил старался угодить советской власти. Он писал идиотские, отвратительные произведения. Он держал себя в рамках, он ходил каждый день в костюмчике, он не пил. Он, значит, это... А потом, что происходило, как вы думаете? Он срывался. Вот, правильно, правильно, правильно. Он говорил правду, его выгоняли с работы, и он уходил в запор. Вот, то есть, смотрите, значит, ведь существуют на свете люди, которые могут всю жизнь, значит, угождать начальству, и с ними ничего не случается. Вот. То есть, почему Сергей Довлатов не мог этого делать? Потому что он родился здесь? Потому что вот этот вот... Естественно, он урабатыр не читал. Естественно. Ух! 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 Вот, да, это гений места. Это очень странно, но это гений места, это гений места, вот это воздействовало на этого человека, таким образом, да. То есть, он... Вот представьте себе, как поступает воин. Воину говорят, ну-ка, оденься, ты, вот ты, воин, он полковник, допустим. Ну, ему говорят, значит, давай будешь притворяться и говорить, вы хороший, вы большой начальник, там, мы вас любим, там, и так далее. Он говорит, это говорит, говорит, но в какой-то момент, он воин, он же не может, он не выдерживает. И он даже во вред себе, посылает всем подальше, и так далее, и так далее. Ну, посмотрите, то есть, это работает, это работающая система. Вот, урал-батыр, поэтому урал-батыр нам нужно читать, нужно этим заниматься. И то, что сделал Ахмад Нахай Сулейманов, к нему можно, как это говорит, по-разному относиться, но это его вариант. Я у него спросил, скажите, пожалуйста, Ахмад Нахай, вы откуда взяли вот эти вот тексты, которые он ставил Акуны? Да, вот, я верю, да. Он говорит, я это придумал. То есть, он это не отрицает. Это его точка зрения, и она имеет право на существование. Это тоже он, что? Да, вместе с тем, я хочу сказать, что, если мы вот этот весь Урал, вот этот большой Урал-батыр возьмем, мы посмотрим, и от начала до конца почитаем, мы увидим, что это та обыкновенная игра престолов, по которой можно снимать фильм. Это уже выглядит капитализация. Ну, это не важно, но это прекрасно, просто прекрасная вот эта вещь. Поэтому я заканчиваю, потому что я, по-моему, немножко лишнего, но я перебрал немножко, но я хочу сказать, что, значит, если человек хочет понять, какие у него внутренние мотивы для того, чтобы жить, то этот Урал-батыр надо читать. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 вы говорите о том, что был шульга. Может быть, я этого не отрицаю, но с другой стороны, я вам сейчас вам скажу, пока был это шульга, хорошо, но это не отрицает от того, что такое шульген, что такое шульген, это может быть и не собственное, но в русском языке, в славянском, есть слово шульга, что такое шульга, это просто левый, шульга, это не славянское слово, шульга, это река, которая течет как бы в другом направлении, шульга, это противник, фактически, то же самое с иудейского, с антрадарх, это и противник, это шульга, это левый, это неправильный, это не отрицает от того, что был когда-то царь шульга, но может быть, он был, понимаете, это научное знание, и философское, и символическое, а не отрицает от того, что, смотрите, на счет шульги, дело в том, что у русских, у славян такие же генетические линии есть, такую башкир, поэтому то, что это слово имеет общий корень там, и в славянских языках, и в тюркских, ничего не отменяет, вот шла речь по параллели с санскритом, 250 тюркских слов в санскрите содержится, это говорит о том, что древние арии контактировали с прототюрками, то есть есть специальные слова, и суть-то не в том, что, как это слово переводится, в кюркских языках можно перевести вода ушла, сульген, то есть вода ушла, то есть можно переводить, само смысл будет один и тот же, Вы знаете, как переводится, допустим, на шумерском шульге, гулики, гулики, на гурийских языках это переводится лицемер, кстати, шульга означает, Ну шульга, да, противник... Нет, получается, смысл не вести один и тот же. Отрицательный он, все равно. Отрицательный, да. Да, но изначально, конечно, он был не отрицательный, а просто был героем подземного мира, это не было, это просто позже из него сделали отрицательного персонажа, на самом деле это был, ну, дуализм, вот вы знаете, да, поэтому здесь есть переклиточка с вашей стороны. Путь левой руки и путь правый, светоносный и земляной. Материалист и электорист. Поэтому здесь у меня просто было важно, что есть определенные этнодинамические знания, и они совпадают с данными этого эпоса. Это о чем говорят, что были жрецы, вот правильно, они посвящали там молодежь, или как правильно говорят, не просто молодежь, посвященную молодежь, через знание эпоса Урал-Батыр к каким-то более сакральным вещам. И, соответственно, то же самое происходило у древних греков, когда посвящали, значит, Геракру, у древних славян, когда посвящали эпос Атархи, и когда было у скипов от Аргитая. Но это еще не все, сейчас самая главная вещь закончу. Дело в том, что, это же вот чем мне это интересен эпос стал? Дело в том, что вот эти все параллели, они находятся, вот вы сейчас сказали про Геракру, я просто вам поддержку скажу. Вот есть Крит-Амекенская культура, есть Ахейцы, да, то есть, если вы знаете историю Греции, Греция заселялась сначала Ахейцами, потом Горийцами, да. Так вот, Крит-Амекенская культура, это древний Крит, остров Амекены, там есть захоронения древние, древние захоронения, курганы, лежат люди, все конкретно биологии, никакой метафизики, ничего. Берут ДНХ, и какие у них линии? У них линии R1A-Z21-23 и R1B-Z2103. Пожалуйста, эти две линии хорошо представлены среди башкир, вообще идеально. Одна Бурзианская линия, другая, основная часть башкировки есть. Это не говорит о том, что там лежат древние башкиры, нет, это вообще линии были очень большие. В башкир этот эпос, поэтому и сохранился в таком виде, чуть ли не изначально. Вот когда вы говорили, что есть литературная обработка, я с этим полностью согласен, я даже не спорю с этим, потому что Мухаммед Шахман сам на СССР. Есть еще первичная версия этого эпоса, она тоже сохранилась, но правда очень усеченная. Дело в том, что у казахов есть этот эпос, и там есть рода, которые родственны с башкирами. Вот именно генетически они родственны, это в младшем жизни они находятся. У них есть такой эпос, Жарик и Идель называется. У нас этот эпос, Идель-Яик назывался, он исчез, потому что когда Мухаммед Шабуранголов был репрессирован, там многие документы его сожгли. То есть сохранился эпос Урал-Батыр, а он же еще был продолжением. Там же была первая часть, значит, Урал-Батыр, потом Идель-Яик, потом идет Аггузан, это огромные части шли. Вот как и в Библии есть, там, Бытие, там, Исхон, Второзаконие, все то же самое было, понимаете? И вот вторая часть эпоса, она полностью исчезла. Ее можно только реконструировать по казахскому эпосу. Почему по казахскому, хотя она сохранилась и в славянском эпосе, дело в том, что казахи и кочевники, у них очень мало наслоений в эпосе, скажем, позднейших элементов, урганизированных. И когда я читал этот казахский эпос «Заик и Ель», он настолько реконструирует события, которые происходили по данным антогеномикам, я просто в шоке. Как там идет встреча с угрофинами, то есть позже появляются эти угрофинские племена, они идут в Сибири. Как там, потом надо обязательно смотреть эпос о Дюке, почему я всегда говорю, это есть такой славянский эпос. Кто такой Дюк? Дюк – это старший сын Тарха. Вспомните, как звали старшего сына Урала? Яик. Как назвали Яик в эпоху античности? Яик. Это идет Дюк, а Дюк – это тот же Георгий. Дальше, что пишут в славянской сказке? Хорошие прошивки. Теперь сейчас смотрим данные антогеномики. Куда ушли ингредиеранцы? В Индию. Понимаете? Все прописано. Сами славяне этот эпос не понимают, потому что у них Дюк ассоциируется с венгерским словом «Дюк». «Дюк» – это по-венгерски означает «граф». А если вот знать вот эти разные варианты эпоса, потому что есть эпос «Жарик и Идиль», вот его надо обязательно знать, тогда ты увидишь этот след и, естественно, он у него эпос Уралбатыр. И когда ты еще знания антогеномики подключаешь, эти все события, они реконструируются просто. Вот, можно маленько рекомендовать? Вот как раз я с большим восторгом учтал этот вот «Идиль», вот, просто почему, потому что… Его же нет, как ты учтал. Ну, в смысле, вот казацкий, казацкий вариант. Посмотрите, коллеги, вот, допустим, вот мы сидим в городе Уши. Значит, один товарищ пошел, ну, в смысле, чем занимался Уралбатыр? Воевал с определенными чудовищами, да? Дальше, его два сына, один пошел вниз по реке Урал, другой пошел по реке, значит, Белый, потом Кама, потом Волга, и куда он пришел? Все равно пришел по берегу моря, они там где-то встретились, и с кем они стали, и что они стали делать? Они продолжали то же самое, воевать с чудовищами, и об этом все это написано. То есть, логично, программа работает, и пока они всех не истребили, они вот этим занимались. Дело в том, что до тех пор, пока этой геномики не было, я не умен в штате Эпс. Сейчас я просто берусь на геномику, реконструю историю, поскольку у меня историческое образование базовое, я вижу, вот в Эпсе просто открываются какие-то целые пласты. Вот, допустим, простой пример, в конце, перед смертью Гурал Батыр дает моральные, помните, там какой сюжет, сыновья там рубят, значит, еще один рукой, и он дает там какие-то морально-этические нормы. Теперь же смотрите, почему это исторический сюжет? Чем занимается Урнамо, царь Урнамо? Он роет каналы, прорубает каналы и дает первый свод морально-этических законов. Вот этот древний сюжет, то есть, по сути, это как происходило? Встречается группа хуридов, твоих предков, встречается с твоими и моими предками и с вашими. Соединяется и возникает вот этот общий эпос. И, кстати, народ тогда, вполне возможно, башкор от вас, мне сейчас трудно это судить. Ну, как минимум, точно это был какой-то предки каких-то скифов. И, по сути, когда это произошло, вот эти, мы сейчас находим, и там и шумерские элементы, и чисто тюркские, и чисто индоиранские. Понимаете? То есть, вот, то, что в башкирском народе сейчас есть, это все там есть тоже. Я хочу, я поправлю, от нас шумерских аспектов и гамешек. Там получилась, условно говоря, рокировка, сверка. Там герой горожанин, гиргамешек, правитель города. А сельский простачок, птичий Урал, это ориентирует. Понимаешь? Но тоска и борьба, как говорится, там сюда стоят. Я хочу объяснить, что здесь одуховаренный, простодушный Урал, ну, условно говоря, сельской ориентацией. И вот, определенная птица видит одуховаренность и борьба, а шургет, материалист, это гиргапеш, гиргапеш у шумеров. Он видит птице мясо, которое мы можем селить. А знаете, почему? Почему сельский сюжет? В том-то и дело, что... Потому что городов не может? Понимаете, там же идет комбинация трех родов. Вот поэтому не случайно этот эпос записан именно в Баймакском районе, да? В Ухомиша. Там тоже был Бурзианган, Бурзианган, вот эти самые древние твои рода. Ну, вы не из того рода, но Эрадинбэшник тоже. И вот осельские жильцы как раз были носители этого эпоса. Дело в том, что когда тестировали вот этот род Зихата Султанова, который был голен, он же не Эрадинбэ оказался, Эрадина. Давай, если не будем, он вообще не удивился, лучше не нужен. Суть в том, что да, нам надо переборять. Все это не в этом. Я хочу сказать, что сам эпос, его надо рассматривать с разных... И там, поскольку, понимаете, когда вот эти куриты... Я просто закончу, мне осталось две минуты. Когда куриты убегали от... Их просто уничтожали с территории озера Урмия, даже слово Урал, это перенесенный топоним озера Урмия. Их свое государство они как называли? Ура-Арту. Ура-Арту. Это вот этот Кэр-Ур. Они унесли его на Эр. Там создали это государство Хорезм. Земля-Солнце переводится с хурийского языка. Это Хур, ну. Это Солнце. Земля-это Земля. Тогда не Хорезм надо говорить, а Хуризм. Да дело не в этом. Ладно, не приятно. Я думаю, наши армянские братья... Нет, это не армянские братья, это Нахский, Нахский, это чеченцы, ингуши, Нахадагистанский группа языков. Благодарю Джейн-Ва. Суть не в этом. И вот этот... Когда они уходили, они же уносили с собой. Не просто убегали, они уносили свои знания. Они знали эпоса Гюльга Меша. Они знали... У них были свои цари Урнану, Шульга, Зарикум, Азрака. Все имена идут в шумерском эпосе. Откуда они? Понимаете? Ну ты вернулся в начало. Да, а встречается там все, они же пришли на пустое место. А там живут кто? Арии, арии кто? К тому времени это группа скотоводов, которые шли с запада. Естественно, у них свой эпос об охотнике, потому что они потомки. И встречаются с прототюрками. А кто такие прототюрки? В те времена это народ с очень сильным матриархатом. Очень сильным или равным положением женщин. И поэтому вот эти все три сюжета тесно переплетаются. Вообще у вас продактюрки выбирают... Нет, кума это не выбирает образ, айхулу. Айхулу, это чистый образ продактюрской женщины. Ну все, я завершил, и поэтому дальше чистая дискуссия пойдет. Не, ну слушай, такой мощный, как говорится, массив совершенно разноправленных... Очень интересная дискуссия. Да, извиняюсь, очень интересная дискуссия. Я сейчас сделаю перерыв, и мы через 5 минут будем делать вторую часть. Мне кажется, надо чайку хотя бы. Чайку, ты. Да, чуть не надо. Чайку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok